Мы, представительницы российского феминистского объединения «ОНА», хотели бы поднять вопрос о выдвижении политических требований российского феминизма, которые могли бы поддержать феминистские разных направлений. Доклад «Дискриминация женщин в современной России» был составлен и опубликован в рамках программы «Мониторинг ситуации дискриминации в отношении женщин в России», реализованной Московской Хельсинской группой и партнерскими организациями 20 регионов Российской Федерации в период с мая 2002 по апрель 2003 года. Итак, рекомендации Московской Хельсинской группы и женских региональных НПО по итогам мониторинга. В сфере законодательства принять закон о государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин в Российской Федерации, принять закон о противодействии домашнему насилию, принять закон о противодействии сексуальному домогательству, принять закон о противодействии торговли женщинами, ввести в законодательство нормы, обеспечивающие безопасность жертв домашнего и сексуального насилия на время следствия и судебного разбирательства, Ввести в налоговый кодекс поправку, предусматривающую льготы для женщин-предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса. Придать широкой глазности отчеты о реализации федеральной концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. Всемирно привлекать женские НПО к разработке законопроектов с тем, чтобы учитывать в законодательстве гендерную перспективу. В сфере деятельности органов исполнительной власти. Придать широкой глазности отчеты о реализации федеральной и региональных программ улучшения положения женщин. Принять федеральную и региональные целевые программы по защите и реабилитации жертв домашнего и сексуального насилия, включая организацию необходимого числа консультативных центров и приютов для жертв домашнего насилия. Принять федеральную и региональные целевые программы по противодействию торговли женщинами в защите и реабилитации жертв торговли. Выделить необходимую государственную поддержку существующим кризисным центрам, включая негосударственные, и приютам для жертв домашнего насилия. Разработать и внедрить с активным участием профильных НПО целевую федеральную программу по дендерному просвещению. Предпринять максимальные усилия по выплате имеющихся задолженностей, по социальным пособиям и недопущению задолженностей в будущем. Состоронне взаимодействовать с международными органами, отслеживающими ситуацию дискриминации по признаку пола и разбирающими соответствующие жалобы, в первую очередь с Комитетом ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Сотрудничать с НПО при подготовке периодических докладов в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Придавать в гласности государственные отчеты в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в частности, в шестой периодический отчет и соответствующие рекомендации Комитета Российской Федерации. Разработать и внедрить на федеральном уровне и региональном уровнях программу, направленную на противодействие дискриминации при продвижении по службе и оплате труда. Партиям и общественным объединениям. Установить кого-то для женщин в избирательных списках, включая место в первой троице. Включить в свои программы раздел, посвященный гендерной политике в сфере образования и просвещения. Введение гендерной экспертизы образовательных программ и соответствующий пересмотр существующих учебников. Ввести аспект гендерного равенства в образовательные программы по социальным дисциплинам школ и вузов. Ввести для чиновников государственных структур, сотрудников правоохранительных органов и других официальных лиц обязательный образовательный курс о недопущении и противодействии дискриминации в отношении женщин и сексуального домогательства. Ввести для сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников обязательный образовательный курс о защите женщин от домашнего насилия, сексуального насилия и домогательства. Ввести обязательные образовательные программы для судей о судебной защите жертв дискриминации, в частности по признаку пола, домашнего насилия, социального насилия и домогательства. Содействовать гендерному просвещению населения путем государственного финансирования соответствующих публикаций в СМИ и социальной рекламы. В сфере массовой информации. Инициировать просветительские публикации и передачи по проблемам гендерного равенства, защиты женщин от дискриминации, домашнего насилия, сексуального насилия и домогательства. Формирование положительного имиджа женщин во власти, политике, профессиональной и общественной жизни Принятие мер по недопущению использования в материалах, передачах, рекламе выражений и образах, унижающих достоинства женщин по признаку пола И способствующих распространению взглядов и стереотипов, противоречащих принципу дендерного равенства Разработка соответствующего этического кодекса В сфере судопроизводства Верховному суду подготовить подробные разъяснения к действующему антидискриминационному законодательству В первую очередь в сфере трудовых отношений Судебным департаментом ввести в бланк отчетности графу о делах по дискриминации В сфере здравоохранения Существенно увеличить бюджетное финансирование медицинских учреждений для обеспечения качественной динекологической и акушерской помощи Детально регламентировать медицинскую помощь в сфере динекологии и акушерства Которую государственные учреждения должны предоставить в рамках бесплатной медицинской помощи Обеспечить получение женщины, имеющей полис государственного медицинского страхования, бесплатной медицинской помощи в любом государственном медицинском учреждении Вне зависимости от места постоянной регистрации пациентки Организовать государственные программы бесплатного распространения, включая создание постоянных пунктов контрацептивов среди молодежи Организовать анонимные молодежные клиники в сфере репродуктивного здоровья. Перепенитенциарные системы. Организовать качественную медицинскую помощь женщинам-заключенным в сфере репродуктивного здоровья, включая обеспечение необходимыми предметами дитриены. Активно применять нормы законодательства, позволяющие изменять меру пресечения и снижать срок заключения женщинам, имеющим малолетних детей. Обеспечить реализацию законодательной возможности совместного проживания женщин-заключенных и детей, рожденных в местах заключения. Обеспечить женщинам-заключенным открывание и наказание в регионе мест проживания. В сфере трудовых отношений. Перенести обременение, связанное с социальными пособиями по воспитанию и уходу за детьми с работодателя на государственные органы социального обеспечения. Включить в обязательную форму трудового договора пункты, обеспечивающие соблюдение существующих льгот для беременных и матерей малолетних детей. Усилить контроль за соблюдением трудового законодательства при приеме на работу. В сфере деятельности правоохранительных органов. Ввести общественный контроль за деятельностью правоохранительных органов в сфере защиты жертв домашнего и сексуального насилия, а также защиты жертв дискриминации. Возработать инструкцию для сотрудников милиции по этике работы с жертвами домашнего и сексуального насилия. В сфере деятельности неправительственных организаций. Усилить диалог с властью на федеральном, региональном и местном уровнях и взаимодействие со средствами массовой информации. Проводить информационные кампании и общественные акции по гендерной проблематике при участии не только женских, но и других правозащитных, молодежных, экологических и других. НПО. Женским НПО организовывают просветительские семинары и тренинги по гендерной тематике для правозащитных, молодежных, экологических и других НПО, а также для представителей СМИ. Усилить сотрудничество с международными органами, в частности путем составления альтернативных докладов о соблюдении России своих обязательств, связанных с недопустимостью дискриминации, включая дискриминацию по признаку пола. Итак, список предложений по поддержке женщин, которые осенью 2015 года сформулировали и направили к Комитет по социальной политике ОП РФ гражданские активистки из разных городов России, объединившиеся в коммунистскую платформу. Принять закон о противодействии дискриминации по признаку пола, в котором предусмотреть определение дискриминации по признаку пола, включая прямую и косвенную, а также создать в системе Государственного управления РФ национальный механизм по улучшению положения женщин в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Включить в пенсионный стаж работы женщин нестраховой период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, новой осеньюродности рождения. Отменить ограничения по доступу к безопасным абортам, неделю тишины, право врача отказаться от операции, а также принудительное доабортное консультирование. Ввести контрацептивы в список жизненно важных препаратов для женщин и выдавать их бесплатно по системе ОМС или снизить за счет государственных субсидий цены на средства контрацепции. Предоставлять бесплатные презервативы подросткам и молодежи. Для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ, СПИД и нежелательных беременностей. Отменить список профессий, где запрещен женский труд. Принять федеральный закон против домашнего насилия и перевести дела о домашнем насилии из частного обвинения в публичное. Часть 1, статья 115, часть 1, статья 116 УК РФ. Ввести в школьную программу предмет этика и психологии семейной жизни, в рамках которой подросткам будут рассказывать о планировании семьи, контрацепции, правах детей и другим. Ввести гендерную экспертизу в законодательство всех уровней. Создать институт уполномоченных по правам женщин. Учредить алиментный фонд. Восстановить ясельные группы в детских дошкольных учреждениях. Предоставить возможность использовать материнский капитал на лечение матери или любого из ее детей. Перенять закон против сексуальных домогательств. Создать специальные подразделения женской полиции для работы с жертвами насилия, домашнего и сексуального. Создавать новые бэби-боксы в целях сохранения жизни и здоровья нежеланным детям. Привести пособия на детей в соответствии с потребительской корзиной и индексировать их. Ввести запрет на гендерное разделение предметов в школах, а также на использование сексистских стереотипов в учебных программах. Совершенствовать законодательство и правоприменительную практику в ситуации самообороны в случаях домашнего супружеского партнерского насилия. Чтобы женщине не приходилось выбирать между тем, чтобы быть убитой, покалеченной, изнасилованной или сеть в тюрьму. Принять закон о криминализации клиентов сексу-услуг, декриминализации проституируемых и ужесточении уголовного преследования за вовлечение в проституцию, организацию притонов-сутенерства. Совершенствовать законодательство для борьбы с сексизмом и языком вражды в отношении женщин в СМИ и рекламе. Российское феминистское объединение «Она» приглашает всех принять участие в онлайн-конференции, которая состоится в январе 2016 года для обсуждения программы российских феминистов. Российское феминистское объединение «Она» приглашает всех принять участие в тюрьму.